Эта желто-зеленая новостройка появилась в считанные месяцы. Жители города еще помнят, как на месте многоэтажки стояли старые насыпные дома. Сейчас они снесены и территория огорожена. Внутри ведется строительство девятиэтажного жилого дома с квартирами эконом-класса от 30 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь только стены и оконные рамы в проемах, а квартиры уже проданы. Именно этот дом у нас разошелся очень быстро, потому что в этом части города, конкретно здесь на рабочем поселке, очень большое скопление, как и вузов, дом разошелся как по жителям, так и по студентам, и по их родителям, которые с удовольствием покупали эти квартиры однокомнатные под своих детей-студентов. Квартиры небольшие, однокомнатные и двухкомнатные. Просторная кухня, совмещенный санузел. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал этого года. Практически новый микрорайон появляется на улице Парижской коммуны. Там в целом планируется ввод в эксплуатацию порядка 70 тысяч домов. В этом новом районе это около тысячи новых квартир. Этот жилой объект на улице Якова Горелина подрядчик уже сдал. 13 этажей, 98 квартир классом повыше. За больший метраж и удачный район доплата в цене. Квадратный метр в этом доме на стадии строительства стоил 32 тысячи рублей. Здесь впервые в городе используется система электронного подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо непосредственно иметь ключ, подъехать к подъемнику, включить его, закатиться на коляске на подъемник и следовать инструкциям панели. То есть там порядка четырех кнопок вверх-вниз и окажется человек уже на площадке. Подъемник гораздо удобнее пандуса, который занял бы больше места. На нем также можно транспортировать детские коляски. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.